Микс Ньюс Любимое детище Косыгина и челноки 90-х Вспоминаем Огрский трикотажный комбинат с краеведом Натальей Кэтнера в программе Очевидец в пятницу в 15.00 Добрый день, уважаемые радиослушатели Сегодня у нас следующий выпуск программы Очевидец и мы взяли тему любимого детища Косыгина Это Огрский трикотажный комбинат Но как он стал любимым детищем могущественного руководителя правительства Советского Союза Алексея Николаевича Косыгина Об этом сегодня расскажет краевед и журналист патриот большой города Огры Наталья Кэтнера Добрый день Добрый день И я ведущая программы Очевидец сегодня Людмила Прибыльская Итак, у Огрского трикотажного комбината была такая не вполне обычная судьба Как Наталья написала в своей книге Этого комбината не было если бы не дружба Алексея Николаевича Косыгина с другим замечательным человеком председателем колхоза-миллионера Лачплюсис Наталья, в чем была история? Ну, конечно, чтобы утверждать этот факт была прежде работа архивная я читала мемуары и самого Каулынша еще многих председателей Огрского края и, в общем-то, я пришла к этому выводу Почему? Во-первых, в те годы строилась Плявинская ГЭС и Косыгин курировал этот проект и очень часто мимо Огр проезжал из Риги в Плявинес Ну, тогда это Стучка город Стучка был И после рабочего дня он любил заезжать в колхоз Лачплюсис Ну, естественно, колхоз славился и своими и консервами и пивом И самое главное, что было и у Каулынша и у Косыгина это страсть к рыбалке Естественно, они рыбачили был костер были разговоры обо всем И... А вы знаете, как они познакомились? Просто вот герой социалистического труда из ну, из маленькой страны Латвии каким-то образом стал вот приятелем я не знаю, другом представителя правительства Как это могло быть в то время? Я думаю, что были начало строительства даже есть фотографии где и Каулынш и Косыгин вместе на открытии Плявинской ГЭС Я думаю, что знакомство произошло в процессе работы Работы При начале строительства, да Еще у них был общий знакомый это генерал Алоинс Блонски легендарный Может быть, вы, конечно, слышали об этом У него тоже были Да, он был самым молодым начальником полиции в свое время В милиции тогда, наверное Да Уже, да, уже в милиции Он работал в Юрмале его в Угры перевели и, как он писал в своих мемуарах он на то время стал самым молодым начальником милиции И это была дружба тоже с Эдгаром Каулыншем И вот этот факт который я уже описала потом также приведен в мемуарах Алоиза Блонскиса Не побоялся написать Даже есть фотографии где сидит Блонски с Каулыншем за стопочкой Косыгин за стопочкой алкоголя Нет, Косыгина там не было но вот это была дружба вот таких настоящих крепких хозяйственников и мужчин Неважно я думаю, что статус не имел значения особенно для Косыгина он не ставил себя выше других он очень был достаточно чутким руководителем и он чувствовал хороших людей как в свое время Каулыншем сказал он же несостоявшийся бирейтер дрессировщик лошадей и как он писал тоже в мемуарах лошади очень чувствуют плохой человек или нет то есть очень чуткий был то есть лошади любили Косыгина Косыгин лошадей ну можно сказать и так хорошо значит вот они познакомились в ходе строительства Плявинской ГЭС и ну одно дело ГЭС а другое дело трикотажный комбинат какая тут связь потому что оба были увлечены ткачеством если Каулынш с детства привык видеть как мама ткет и вяжет то Косыгин он вообще закончил текстильный институт он в свое время работал на фабрике это даже можно сказать была его ну как любовь в жизни любовь да ну не хобби конечно но это ему нравилось его конечно была мечта одеть советских женщин в красивый трикотаж и поэтому возникла эта идея рядом в принципе айскра около угра это на одной линии как бы вдоль электричка входит электричка железная дорога шоссе и Далгова то есть стратегически место было очень хорошее и в 67 году было начато строительство а решение было принято ранее ну то есть решение было принято в 65 году по проекту Ленинградского института проектного и началось строительство оно велось очень такими активными темпами ну что значит активные темпы за сколько был построен за два года за два года да а сколько там площадь этой стройки составляет почти 8 гектаров ого ну одна крыша где-то 7 гектаров составляла ну то есть если в переводе на какие-то квадратные метры это десятки тысяч квадратных метров было построено да первые изделия уже начали производить в 67 году но официально все цеха стали работать в 69 и вот просматривая книгу вот этот альбом который вы написали создали да фотоальбом с публикациями такой как бы сборник был я вообще с удивлением подумала что в этом году юбилей 69 и 19 почти круглый даже не почти а круглый юбилей круглый юбилей комбината который снабжал весь Советский Союз всех женщин и мужчин и детей качественной трикотажной одежды и сколько же он выпускал этой одежды в лучшие годы почти 10 миллионов изделий 10 миллионов ну то есть грубо говоря каждая 20 советская женщина могла одеться в огурский трикотаж ну трудно сосчитать но было очень много и было разнообразие большое разнообразие от детского трикотажа до взрослого и спортивная одежда позже была уже тоже освоена хорошо получается что ну традиции производства трикотажа к тому времени в Латвии не было и это было первое предприятие или параллельно с ним создавалась там Ригас Ады и Тайси другие предприятия там Сарканайс Риц которые выпускали тоже трикотажную одежду но уже из хлопчатобумажной пряжи из полусинтетической там и таких шелковых волокон ну я не могу не могу сравнивать с теми предприятиями но я знаю что было постановление строить сразу три огромных комбината в Советском Союзе не только в Огре но еще в Пинске и Курске они были такие же огромные но в Европе вот в европейской части такой как комбинат Огрский он был единственный таким огромным ну сейчас считается что ну вот такого рода проект это ну такая инфраструктурная можно сказать стройка и это сразу ну большие инвестиции большое количество рабочих рук требуется фактически новые профессии вот как этот вопрос решался потому что сразу же создавались и правтехучилища прямо там же в Огре да вот в книге было написано что одновременно со строительством велось строительство жилого массива детских садов правтехшколы своей котельной очистных сооружений и по большому счету уже когда даже комбинат закрылся город очень зависел от этих всех от той инфраструктуры и постепенно с большими трудностями с большими проблемами избавлялся от зависимости от комбината потому что тепло было от комбината очистные были от комбината ну фактически получается вы говорите вот были построены не только профтехучилища но и жилье и детские садики даже ну то есть был расчет на то что девушки ткачихи выйдут замуж за кого ну как я уже упомянула строилась строилась Плявинская ГЭС было много рабочих мужчин и в общем-то чисто демографически это как-то наверное компенсировалось да многие работницы которые приехали из Беларуси Украины России они и остались в Огры и до сих пор живут многие создали свои семьи и живут я помню что вот в начале вернее в конце 80-х годов когда остро обсуждалась тема там миграции и так сказать национальные силы всячески выступали за ее прекращение были такие ну публикации они назывались насосы миграции и вот клеймили предприятия которые являются такими насосами которые нуждаются во ввозе рабочей силы вот как в Огры этот процесс происходил действительно ли постоянно приезжали люди чтобы пополнить трудовые ресурсы комбинаты или уже город как-то перешел на самообеспечение с течением времени ведь это получается 20 лет прошло 67-го до 80-го года не хватало всегда с самого начала так можно сказать одно время вообще у нас же было очень много вьетнамских девушек из Вьетнама но они приезжали на время да то есть даже уже не хватало в стране уже нужно было вообще с другого региона с другой с другого чуть ли не континента привозить ну может это была братская помощь Вьетнаму то может быть ну а в принципе то есть устроиться на работу в Огры было не проблем нет я сама начала свою трудовую деятельность с трикотажного комбината я решила поступать в институт в РПИ но мне не хватало рабочего стажа я пришла и сказала хочу поработать мне нужно 3 месяца и мне сказали да пожалуйста иди работай курьером ну то есть никакой такой специальной профессии вам не давали нет я сразу попала на самый верх в секретариат Александра Федоровича Белухина директора в принципе это легендарный директор который в общем-то заработал 3 инфаркта можно сказать на на этом производстве почему инфаркты у него случались много было проблем потому что очень много проблем и большая-большая ответственность сколько человек работало на комбинате от 6 до 8 тысяч в разные годы огромное да в принципе как вспоминают старожилы утром из массива Яуногры Малкалны комбинату шли просто первомайские демонстрации пешком то есть это плотно сколько там километров или метров ну пару километров плотные-плотные потоки шли сейчас как некоторые мои коллеги отмечаемые фотографии города удивляются удивляются что людей на улицах очень мало практически ну как и в общем-то во многих других городах понятно то есть Белухин он был руководителем этого комбината с самого начала нет нет там до этого было еще несколько директоров но Белухина был самый такой продолжительный и можно сказать под его руководством строилось очень много значимых объектов в городе это и школа и бассейн большой и то есть получается что построив комбинат ну правительство власти продолжали развивать инфраструктуру города причем за счет объектов которые никак не были связаны с производством ну они все равно были опосредованно связаны с производством ну как они создавали в заботе о работниках я могу отметить и детский сад Саул-Ите которым была уникальная методика оздоровления детей вот я вспоминаю свою поездку на Огрский комбинат еще ну в советское время когда я посещала был такой лечебно-трудовой просто профилакторий лечебный профилакторий с какими-то водами с какими-то процедурами он там же в Огро находился и работники комбината могли там получить лечение ну вот как бы не отъезжая никуда далеко были профилактории и санатории которых уже к сожалению нет был Саул-Старри санаторий был санаторий Огро и вот детский сад где была вот эта разработана методика там дети ходили по камням они закалялись и прополис мед продукты из меда закаливание в общем и дети очень-очень мало болели хорошо мы сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу после перерыва попробуем связаться с нашими очевидцами которые за пределами студии находятся и принять ваши звонки по телефону 672-12-93-9 672-13-93-9 наверняка у многих из вас есть свои истории связанные с Огорской одеждой а сейчас маленький перерыв микс ньюс ну как мы знаем в Огре проблем у девушек выйти замуж не было потому что по соседству было два больших народно-хозяйственных объекта это Плявинская ГЭС где преимущественно работали мужчины и Рижская ГЭС с теми же самыми мужчинами мы сегодня продолжаем разговор с Натальей Кетнерой краеведом и журналистом которая посвятила часть своей жизни поиску истории Огры и в частности крупнейшего трикотажного комбината Европы который находился в этом городе который производил от 10 до 12 миллионов изделий в год где работало 8 тысяч человек и площадь этого огромного комбината составляла 8,5 гектаров сейчас я хотела бы обратиться к радиослушателям может быть с предложением рассказать свои истории связанные с Огрской одеждой есть ли она у вас еще до сих пор сохранилась ли какие-то любимые вещи кому вы что дарили покупали отсылали из Огрского трикотажа помните ли вы этот магазин который находился на улице Элизабетес фирменный в Риге где всегда было много много народов желающего приобрести новые изделия вот кстати у нас есть звонок сейчас мы послушаем добрый день говорите добрый вечер вот с удовольствием слушаю ваши воспоминания самое интересное что я помню первую вещь которую я купила вот Огрского трикотажного комбината это было начало 70-х годов я училась в институте и мне родители на день рождения подарили деньги не знали что подарить и вместо подарка подарили деньги довольно приличную сумму по тем временам 50 рублей 50 это много да а у меня было такое счастливое состояние ничего не нужно было и вот я просто носила эти деньги с собой на тот случай ну вот вдруг что-нибудь например французские духи попадутся выбросят да пузырек французских духов дорогих стоил 45 рублей да 45 рублей все правильно вот и вот я как-то проходила мимо вот этого магазина фирменного на Элизабет раньше на Кирова и зашла уже такой предвечерний час они должны были бы наверное закрываться вот где-то буквально за час до закрытия примерно народу не было в магазине время такое вот и я так пробежала в окон вроде ничего и уже собиралась уходить и вдруг продавец мне говорит не хотите посмотреть Герри только получили экспериментальную партию мне кажется это для вас и вот она сняла с полки положила на прилавок юбку тонкая шерсть гофре цвет шоколада с люрексом такая тонкая-тонкая нить шерстяная ворсинка красная и желтая вы знаете юбка ну просто прелесть вы знаете я ее купила стоила на рублей 30 довольно дорого но это была чистая шерсть действительно экспериментальная партия относила я ее за милую душу очень любила и потом совершенно случайно испачкала вот краской попыталась тереть не получилось выбросить рука не поднялась я ее отложила она у меня так лежала и вот несколько лет назад я опять наткнулась на эту юбку и опять рука не поднялась ее выбросить что я сделала я ее распустила смотала в клубочке эту шерсть да вы что она распустилась прямо у вас дикотажный комбинат продавала еще остатки пряжи ну то что у них оставалось от производства у меня такая пряжа тоже была я любила вязать добавила туда точно такую же темного шоколада нить добавила легкую нить тонкую нить козьего пуха и связала себе джемпер теплый легкий джемпер и у меня действительно сохранилось ну несколько вещей угорского дикотажа я до сих пор ношу считаю что и качество и цвет они не теряют и не теряют своей актуальности спасибо ой спасибо вам за ваш рассказ очень интересно замечательно а вот кстати о цветах Наталья вы принесли палитру такую где вы взяли эту штуку как она попала к вам в руки покажите вот на камеру нашим зрителям которые в ютубе потом будут смотреть или может быть смотрят сейчас дело в том что это шерстяные ниточки да намотанные то есть это не бумага а именно палитра такая когда комбинат уже полностью прекратил работу все производства закрылись и уже была идея как-то сохранить историю комбината я связывалась с бывшими работниками хотя бы меня интересовали подшивки старых газет как газетчика меня интересовали выпуски а у них была многотиражная своя газета да аусма называлась была своя типография свой вычислительный центр энергетический центр это я еще не сказала свой экспериментальный красильный предельный в общем огромное количество производств и я узнавала что вообще осталось к сожалению станки вот которые пряли или производили из тончайшего тончайшей шерсти ягненка джемпера пряжу пряжу они и были куплены за золотую валюту они просто потом ржавели многие работники которые видели все это они просто со слезами на глазах в общем это все наблюдали наблюдали к сожалению и также пропали архивы и газет и очень очень много фото материала каких-то скажем то есть вам удалось по крупицам по крупицам мы еще походили по заброшенным кабинетам и буквально из этих шкафчиков я нашла и вот эту палитру и некоторые документы они очень интересные даже с нынешней ну вот с нынешней точки зрения это целая папка исследований наблюдений и анализа поведения шерсти при разных покрасках при температуре как влияет потом отчет командировки в Италию знакомство с новейшими коллекциями домов модных домов Италии Канады и даже Америки у нас есть еще звонок добрый день говорите мы вас слушаем добрый Константин хочу рассказать случай коммерческий связанный с городским комбинатом в начале 2000-х приехали ко мне гости из Петербурга и так получилось что супруга моего друга занималась пошивом форменной одежды в России в Питере вот и у меня остались какие-то там подвески в огурском комбинате как я с каких-то времен не помню мы поехали туда я говорю поехали сделаем бизнес будем здесь покупаться у тебя там будешь перешивать и будем в Питер толкать огурские форменные одежды из огурских изделий поехали мы в огуре связались со складом какая-то дама нас пустила не помню она то ли коммерческий директор бывший то ли начальник рекламного отдела вот она пустила нас на склад чтобы мы посмотрели что нам может подойти мы зашли ну то что слезы от станков когда вы говорите что станки там ржавели готовые продукции ангар наверное Боинг можно было вместить в этот ангар под потолки в картонных коробках стояло брошено никому не нужные костюмы трикотажные пиджаки и прочую кучу всякого барахла ничего не могла она никуда не могла это продать мы начали спрашивать в чем проблема почему огурский комбинат умирает потому что ну бренд известный был на весь союз а всего делов можно было спасти как оказалось комбинат Латвия на таможенном вводе на шерсть шерстяные изделия и пряжу брало такой процент в таможке что нельзя было сюда везти чтобы это было выгодно и проще было вывезти огурский комбинат в Россию и там снабжать его сырьем чем сюда завезти шерсть то есть всего-то надо было правительству Латвийскому дать льготное пошлиное обложение то есть освободить от пошлин сырья да и огурский комбинат бы жил ну в результате не получилось естественно там что-то забрать оно уже было много порченного вот девочка потом дошла до того что где-то в середине России то ли по-моему в Костроме то ли в Ярославле открыли аналог ну конечно намного меньше по масштабам комбината и они стали брать оттуда сырье и пошел бизнес и они сделали именно форменную одежду трикотажную которая продается всегда потому что это моряки это это ваша знакомость сделала в России или здесь в Огры да нет в Огры не получилось то есть то сырье вернее те остатки которые там были нам не подошли а новая вот из-за причин растамаживания они не смогли нам дать по цене такое интересное предложение чтобы оно было рентабельно чтобы можно было потом экспортировать то есть из-за того что большой таможенный ввоз был на территории Латвии когда конечное изделие получалось оно уже стоило таких денег что его нельзя было уже никуда пристроить спасибо Константин за ваш рассказ да действительно это очень прискорбная история а вот ваша версия Наталья почему все-таки комбинат не смог несмотря на приватизацию выжить очень часто задают этот вопрос там много факторов вот как упомянул Константин это таможня эти все налоги разделение в принципе стали две разные страны два разных государства потом это стоимость энергоресурсов и очень много других факторов и вообще ну да отопить 8 гектаров площадей производственных это уже само по себе в копеечку влетает да поначалу чтобы спасти в общем-то производство было уже после приватизации когда комбинат попал в частные руки он был разделен одна фирма стала управлять очистными сооружениями другая там предельным производством трикотажным производством и так далее но это тоже уже не спасло была ну Мельника Василия идея как-то спасать и он поначалу как бы активно взялся за развитие закупал и станки новые и чтобы снизить затраты на рабочие руки открыл доуговпилси филиал но но увы и ах увы и ах а все-таки ОГРА как марка оно продолжает существовать да ну то есть кому сейчас этот принадлежит бренд нет каким образом он его уже не существует ну ОТ есть же такой бренд он продается такая одежда нет нет все закрыто то есть никаких маленьких частных лавочек маленьких частных под другим брендом есть на руинах Угры не создалось на руинах Угрского трикотажного комбината возникали я не знаю сколько их сейчас осталось есть маленькие частные которые закупали пряжу сами шили сами разрабатывали модели несколько было как они сейчас работают я даже не знаю но уже не на том уровне и не в таких масштабах ну естественно конечно какой-то момент времени вот эта слава Огры она помогла многим нашим согражданам нашим соседям друзьям просто выжить потому что Огрские изделия они стали валютой их возили так сказать челноки в больших сумках в разные страны так сказать на разные республики бывшего союза вот и это тоже такая интересная история которую можно было бы рассказать и мы наверное ее расскажем сейчас мы примем звоночек один добрый день говорите мы вас слушаем добрый день вот у меня две реплики будет первая реплика то что я когда-то в свое время купил огурский шарфик за один лад это было может быть как раз распродажа какая-то вот как раз это на терботов магазин был я еще помню да и до сих пор я его ношу и он очень теплый удачный и стирке подвержен и ну в общем просто супер просто а второе скажите пожалуйста вот вы никогда не задавали вопрос своим чиновникам я имею души стоящего в правительстве что они сделали для того чтобы остался у нас огурский трикотаж спасибо ну наталья ну конечно я такой вопрос не задавала но я поинтересовалась как вообще существуют ли те комбинаты пинские курские которые одновременно строились с огурским трикотажем только латвийский фактор повлиял на их судьбу в пинске существует в курске он тоже был приватизирован но по другим по другой модели да но в городе трикотаж производство трикотажа сохранилось понятно то есть все таки ну латвия в какой-то степени была уникальна ну нельзя же сравнивать масштабы все таки масштабы рынка то есть весь вопрос был в рынке да чтобы ну вывозить то есть челноки возили а ну в каком-то централизованном порядке возить было нельзя это же реально была валюта да то есть люди возили долгие годы я еще сейчас секундочку вот расскажу буквально лет пять назад мы ехали в поезде из Москвы возвращались в Ригу и в купе с нами ехали две женщины мы разговорились и одна из них сказала я говорю ну по каким делам были в Москве я была не в Москве я вот езжу в Уфу регулярно вожу латвийский трикотаж продаю у меня там есть квинтура постоянная они там кто мелким оптом кто как покупает нашу продукцию и там это все идет то есть потому что это модно это интересно и вот человек живет реально вот на этом да но мы не будем тут говорить о том насколько этот человек социально защищен наверное никак и не защищен потому что он зарабатывает вот буквально таким способом денежки просто на жизнь на то чтобы оплатить коммунальные счета и так далее но это вот оказалось на редкость живучим явлением то есть ну наверное приложив какую-то голову и руки к к этому производству можно было получить другой результат и кстати вот среди ваших архивных материалов есть отчет о командировках в Италию что изучали огорские специалисты вот в Италии как они оценивали я не знаю вот сырьевую базу свою ее корректировку и так далее ну изучали ставили эксперименты красили терли проводили разные эксперименты существовал экспериментальный цех ну то есть 12 миллионов из изделий это наверное ну пара ну 1-2 миллиона я не знаю килограммов шерсти закупалось для этого комбината кстати тоже такой факт который я неожиданно узнала изучая вот отрасль текстильную которая в Латвии ну существовала наверное столетия не менее да и вот сейчас фактически она перестала существовать я столкнулась с двумя дамами которые работали вне легкой промышленности у нас был такой научно-исследовательский институт находился возле ВФ я спросила чем вы занимались ну мы вот изучали поведение тканей в носке там скатывается шерсть или нет то есть стирали там терли и так далее и так далее то есть выдавали какие-то свои рекомендации производством по поводу того какую там пряжу брать какое сырье брать и кстати говорят для текстильной промышленности закупалось очень много шерсти в Австралии и когда эта текстильная промышленность в Латвии так сказать скончалась то многие австралийские фермеры производители этой шерсти просто обанкротились ну да я не знаю вот это видно это схема экспорта изделий да покажите на камеру да можно будет рассмотреть в какие страны она поставляла продукция и вот как раз это Австралия откуда шерсть ну это сразу уже само за себя говорящий факт сколько будет стоить эта пряжа это шерсть доставленная из далекой Австралии в Латвию и как можно конкурировать скажем с Китаем и другими странами которые производили ну китайский фактор появился немножко позднее все-таки я думаю что и сегодня если пинский комбинат работает то он где-то сырье это берет вот интересный разговор у нас получается вот такой еще вопрос а значит социальная инфраструктура была в Огро значит были садики были профилактории бассейн школы построены какой-нибудь наверное дом культуры наверняка ну кстати говоря если сейчас на комбинате ну там есть что сейчас там вот вопрос да наверное может возникнуть там я знаю склады какие-то какая-то фирма работает ну типа склады как склады используются и рядом был построен уже немного позже административное здание высотное одно время там была гостиница которая руководила и был хозяином некая такая сомнительная личность и это здание было просто гостиница со всеми оборудованием номеров была покинута и дети просто уже стали туда заходить разрушать и так далее полиция дежурила но несколько лет это здание просто пустовало и при этом здании огромный концертный зал или дом культуры можно сказать который был построен для работников комбината но наконец-то это здание было куплено сейчас оно отремонтировано сделаны жилые квартиры и но что с этим концертным залом будет я не знаю но это уже дело частного владельца вот этого то есть он вместе с концертным залом это купил ну я так понимаю да это единое целое вот еще такой вопрос насколько население города Огры увеличилось со строительством комбината и как какова демографическая ситуация сейчас ну демографическая ситуация нормальная потому что ну не не погиб город как предполагали что вот закроется потому что все-таки комбинат это градообразующее предприятие было главный фактор это близость Риги то есть все кто потерял работу они стали ездить в Ригу на работу нашли работу в Риге так сколько было населения население было где-то 10-12 тысяч потом ну соответственно если 8 тысяч работающих ну там половина конечно местных жителей было приезжих может быть 3-4 ну соответственно на 10-12 тысяч увеличилось население 90-е годы был спад потому что многие семьи решили уехать по очень многим причинам а сейчас город живет и производства особых нет какая память о комбинате в городе сейчас вот я получила такое перед тем как анонсировали мы эту программу такое осуждение ну это свидетельство тоже что в музее города Огры кто-то спросил а вот что там у вас был комбинат и музейный работник сказал ну там у нас кроме ущерба для экологии от этого комбината никакого проку не было ну не знаю кто что кто это сказал но во всяком случае музей поработал там есть очень интересная экспозиция посвященная комбинату и достаточно интересная жаль что не осталось больше книг которые вы написали про Огры но я надеюсь что мы эту историю про комбинат про Огры ну про Огры вы тоже написали да и я надеюсь что мы к этой теме может быть еще вернемся в каком-то аспекте и напишем хорошую статью в Википедии про этот про это уникальное предприятие спасибо Наталье Кетнере за ее рассказ а в следующей программе очевидец мы с вами будем вспоминать и рассказывать о том как Латвия построила в Тюменской области целый город и называется он Коголым всего доброго и с вами была автор и ведущая Людмила Прибыльская всего хорошего до пятницы в Тюменской области Продолжение следует...